ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня у нас в гостях художники Дмитрий Левочкин и Сергей Краснослободцев. Здравствуйте! Здравствуйте! А я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. К нашему разговору могут присоединиться все желающие. Для этого достаточно набрать наш номер 8 495 508 86 84 или оставить свой вопрос в комментариях, трансляции в социальной сети Instagram в аккаунте ОТВ. Ну, не могу не спросить, Дима, Сергей, как родилась идея одной из ваших последних работ, которая вчера появилась на улице Жукова? Давно хотелось сделать что-то посвященное врачам, их подвигу. И уже, наверное, с месяца гуляла концепция. Она немножко была такая сырая, мы должны были ее фотографировать. И поступило предложение принять, скажем так, челлендж «Мы вместе», который был разработан администрацией президентом. И все люди неравнодушные, которые поддерживают эту акцию, оставляют хэштег и показывают, чем они занимаются во время, скажем так, пандемии. Мы приняли участие, отсняли, скажем так, саму концепцию в студии и решили ее реализовать. То есть наняли фасадные подъемники, собрали материалы и в ночь пошли делать работу напротив 123 минсанчасти. То есть место еще очень отлично подобрано. Такой серый и ужасный дом, бывшее общежитие, которое смотрит на отделение 123 минсанчасти. Причем там, насколько я знаю, лежат зараженные с коронавирусом. А я хочу сказать, что Евгения Демина нам пишет. Ребята молодцы, спасибо большое. Наверное, не нам, пишет вам. Работу, я так понимаю, что жители оценили. Вот, кстати говоря, прохожие как реагировали? Останавливаются практически все. То есть никто не равнодушен. Я не знаю, нравится, не нравится. Мнение разделяется в типичном Одинцово. Да, мы еще поговорим об этом обязательно. Фотографируют абсолютно все. Да, все машины останавливаются. Всегда мы тоже там пока работали. Мне кажется, бесконечное число людей, ну каждый останавливался и фотографировался. Самый, скажем так, показатель того, что работа набирает обороты, и то, что ее каждый видит по-своему, трактовка там разная, читается. И это и хорошо, на самом деле, потому что работа, она и была создана, скажем так, не как визуальная эстетика, да, а для того, чтобы как раз-таки резонанс делать и призывать неравнодушных людей обратить внимание на эту проблематику. И что врачи сами, скажем так, сотрудники здравоохранения, они рискуют так же, как и, скажем, жертвы этой пандемии. То есть абсолютно так же они рискуют. И сколько у нас уже статистика показывает жертв, да, медработников, очень большая. Но я думаю, что скоро это все прекратится. Поэтому будем скоро радоваться жизни. Кстати говоря, а почему работа называется «Жертва»? Почему не «Ангел-хранитель», например? Ну, во-первых, не хотелось к религии никакой, да. То есть мы взяли вот эту вот визуальную эстетику как раз-таки с Ренессанса, когда фотографировали. То есть жертва, он такой страдалец. А врач тоже страдалец, но она именно жертва, скажем так, если религию мы берем, да, что такое жертва? Это тот человек, который приносит себя во спасение души другого человека. То есть вот в этом как бы ключе жертва заключается. В медике действительно много, чем жертва. Вот, поэтому две жертвы есть. Одна жертва вируса, может быть, своей невнимательностью там… Пренебрежением, многие просто не считают нужным. А как бы другая жертва – это именно за спасение другой души. Вот как бы так. Вот хочу сказать, что пользователь Инстаграм Климович9579 тоже говорит, молодцы, супер, спасибо за то, что наконец-то выделили работу медиков. Так что, видите, здесь все-таки комментарии больше позитивные, нежели негативные. Ну, знаете, сидя на диване достаточно легко хейтить, как мы сейчас говорим. Ну, я так понимаю, что вы к критике терпимо относитесь. Конечно, мы же это создавали не для того, чтобы, скажем так, собирать только позитивную информацию. Наоборот, в негативной информации заключается тоже определенный смысл. Ты же делаешь аналитику и понимаешь, что у нас вообще за люди, какое образование у них есть, как они к этому реагируют. Да и всем не угодишь, мне кажется, это невозможно. А так люди все разные, то есть это уже все зависит от того, сколько человек прочитал, чем он увлекается. Искусство уже понимать надо. Главное, что удалось добиться, да, этой работы, то, что все люди, даже так называемые хейтеры, они остались небезучастные. Они обратили внимание на нее и, ну, где-то в глубине души задумались, возможно. Ну, может быть, их как раз и зацепило вот то самое, поэтому негативные комментарии пылились. Ну, и все-таки их на самом деле, они есть, но их не так много, поэтому... Ну, типичный один слов, сколько там на данный момент, что-то около 100 уже комментариев, даже более, по-моему. Я с утра смотрела, да, меня тоже, даже меня зацепили, честно говоря, потому что... Но всем пользователям интернет-пространства не угодишь однозначно. Сегодня они говорят так, завтра они тебя будут ругать за то, что ты именно так сделал. Удивляют такие комментарии, как, например, почему только медикам столько внимания, да, то есть вот это вот странно. А кому сейчас еще? В данной проблеме есть. Там пожарные, там еще кому-то военные. Ну, удивительно, то есть зачем так комментировать? Вот Вика Агафонову очень хорошо написала, коротко и ясно, талантище. Мне кажется, тут вряд ли еще что-то можно добавить. Вот, кстати говоря, вчера за работой художников внимательно следили виновницы торжества медсестры Одинцовского округа. А вот о том, как они отреагировали на ангела-хранителя, ну, теперь мы знаем, что работа называется «Жертва» в нашем следующем материале. Когда пришли, конечно, кажется, что увидели себя в этом. Скромно стоят в стороне герои дня. Свободные минуты, как глоток свежего воздуха, медсестры Одинцовской областной больницы любуются работой художников. А те создают не просто очередной шедевр, а подарок на профессиональный праздник. Идея родилась буквально накануне. Проект разработали за считанные часы. В час двадцать уже приступили к реализации этого проекта. Вот. То есть мы, считаю, чуть меньше суток не спали. Вот. Сейчас последние штрихи делаются. Медицинская сестра, точно ангел-хранитель, бок о бок с врачами на передовой борьбы с коронавирусом спасает жизни пациентов. Еще в старших классах школы Наталья Дейнега решила ее долг помогать людям. За 13 лет работы в инфекционном отделении об этом не пожалела ни разу. Трудно, страшно, выручают чувство юмора и, конечно, любовь к профессии. Тяжело, конечно, на передовой быть. Но мы справимся, потому что нужно помогать, если не мы, то кто же тогда. А что помогает держаться? Помогает держаться, наверное, вера в то, что мы выбрали эту профессию. И мы должны достоять до конца, справиться со всем. Сейчас, как на войне, работая с пациентами с COVID-19, медики постоянно рискуют своей жизнью. Но это не останавливает. Долг превыше всего. Сила дает благодарность пациентов и поддержка неравнодушных жителей. Мы привыкли к любым условиям, к любой обстановке в стране. Но сейчас, да, достаточно сложно. Но люди справляются, сила находится, открывается второе дыхание. Чуть больше суток и 15-метровое граффити готово. Теперь оно для жителей Одинцова – напоминание о том, как важна работа медиков и какой ценой иногда им дается спасение чужих жизней. В списке погибших от коронавируса российских врачей, фельдшеров, медсестер – уже около сотни имен и фамилий. В прямом эфире телекомпания «Одинцова» программа «Главная тема». Сегодня мы говорим об искусстве. Ребят, мы с вами поговорили о вашей работе «Мурал жертва». А какие еще работы за последнее время вами были выполнены? Что еще сделали? Где чего появилось? Где что украшено? Мы много делаем, много коммерческих проектов, но из последних, то, что мы городу подарили, восстановили работу с орденом на 9 мая. Кстати, честь вам и хвала за это, большое спасибо. Там история очень интересная у этой работы. На самом деле я всегда думал, что это делает какая-то шпана, то есть не портит работу, а именно рисует. То есть она непрофессионально была выполнена. Я всегда удивлялся, думал, почему нельзя нормально сделать. Пенсионеры подошли, да? Да, и подходит к нам бабушка. Подходит бабушка, благодарит нас. И оказывается история такова, что она со своим мужем, который сейчас не способен вернуться к восстановлению работы, им очень тяжело, то есть они то ли болеют, то ли непонятно, что происходит. В общем, по какой-то причине это они рисовали всегда эту работу. То есть и шесть раз им портит эту работу. То есть это не молодежь даже? Не молодежь, это бабушка с дедушкой. Мы с профессиональным, скажем так, опытом, там, в 24 года, лазая по лестнице на 4,5 метра в высоту, скажем так, это непростая работа. Вот, я не представляю, как может бабушка с дедушкой это делать. То есть это вот действительно вот кто герой, так это вот они. То есть, видимо, это были их знакомые, там же у нас доска стоит, две доски почета. Да, 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 там два героя Советского Союза жили. Том-то генеральский в народе называется. Да, они, видимо, были знакомы, поэтому они, в общем-то, такое почтение свое и создают. Вот, и поэтому это вдвойне было нам приятно, как бы, делать эту работу, помогать им, то есть за них сделать то, что, как бы, они не смогли сделать. Вот, и мы хотим, на самом деле, с администрацией Одинцевского округа покрыть эту работу антивандальным покрытием для того, чтобы... А что за антивандальным покрытием? Есть лаки определенные, которым покрываешь, и если ты краску будешь какую-то кидать, ты будешь делать достаточно тряпки, вот, с каким-нибудь шампунем, и ты можешь эту краску снять. Это было бы замечательно. А не удалось установить, кто эти вандалы? А как установишь? Там ни камер, ни чего нет. Ну, даже если камера была бы, вот, грубо говоря, сейчас все в масках ходят, это невозможно, конечно. Очень жаль. К сожалению, очень жаль, что еще одна ваша, по-моему, работа на Новоспортивной улице пострадала, и тоже коммунальщики были вынуждены закрасить одну из сторон. Я не знаю, какая работа. ЦТП со стороны дома Новоспортивной 4, там хорошая была такая работа. На тему Великой Отечественной войны. На тему тоже Великой Отечественной войны. Там точно так же облили краской часть этой работы, и коммунальщики, видимо, решили закрасить. Да, работа очень красивая, и не очень понятно, что этими людьми движутся. Наверное, хочется как-то привлечь к себе внимание и других способов. Нет, но если работа портит уже там краской, то ее, честно скажу, восстанавливать уже смыслом не имеет. Ну, ее и закрасили там. Конечно. А, скорее всего, на ее месте скоро появится новая работа. В вашем исполнении? Да, да, определенно. Сергей, кстати, расскажите, как вы стали частью студии «Ревизуал». Это произошло в рамках проекта «World Morph Genesis». Дима пригласил меня побыть ассистентом художника. Я с радостью согласился. Также для меня это был вообще опыт впервые участия в таком масштабном проекте. Вот. Я обычно, ну, рисовал как-то подпольно всегда. А тут вот решил... Мышл в кино. Ну, все пошло-поехало как по накатной. Начали работать, начали общаться, подружились. Вот как-то так. Откуда страсть к рисованию? Это что-то с детства или как-то... Со школы, я бы сказал. Не знаю, как это... Откуда это возникло, да, в моей голове такое желание пойти, как многие думают, что-то испортить. Вот. Ну, решил попробовать себя в этом когда-то и постепенно. Я, то есть, нигде не учился рисовать. Самоучка, так скажем. Страсть к самовыражению и делать что-то, что не делают другие, наверное. Ну, это же как субкультура. И сейчас в эту субкультуру приходит все больше и больше молодых людей, там, девушек, неважно. Но тогда, когда я начал этим заниматься, это еще не было так модно, так популярно. И каждый делал это, ну, выражая именно себя. То есть, не для кого-то, не с целью там что-то испортить или там заработать деньги, а просто, чтобы путем нанесения там на стену букв, слов выразиться. Вот, кстати говоря, Дима, тут недавно я практически всплакнула от радости. Помнишь, мы с тобой много лет назад говорили о том, что необходима стена для того, чтобы молодые люди могли реализовываться. И тут я шла по нашему городу, и была стена, на которой было написано. Эта стена предназначена для того, чтобы на ней появилась граффити. То есть, очень классная стена, но это шутка перламайская была сделана, там висит все деревья. И на этой стене рисовать нельзя. Да, потому что за это могут привлечь. А я обрадовалась, думаю, вот, наконец, мы и дожили до этого светлого дня. На самом деле, мы уже хотели на эту стену тоже покуситься. Но, к сожалению, мы пробили эту стену, и там есть собственник, это магазин, это частная собственность. Он не хочет, да. Могут привлечь. Нет, никто не разговаривал с ним, но, в общем, это как бы, да, может закончиться плачевно. Но штрафами, административным нарушением, впрочем, не стоит. Вот. Стена же есть такая на трехгорке. Мы же создали стену, вот, Hall of Fame в рамках фестиваля Urban Morph of Genesis. Любой желающий. Подождите спросу. Может, ну, бояться пока закрас. Да, там работы-то такие неплохие, поэтому пока еще не было ни одной новой работы, вот, я недавно там был как раз. Ну, я думаю, что когда будут осыпаться эти работы, то есть они же все не вечные, да, тогда будут уже подкрашивать, и художники будут приходить. Но официально эта стена, она легальная, чтобы люди приезжали, новые художники, и рисовали. То есть она абсолютно легальная. А я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире 8495-508-86-84. Наш номер телефона. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Ксения. Я для начала хотела бы поблагодарить ребят за работу, которую они сделали. Я знаю, что есть международный день врачей 1-го фестиваля, и в июне у нас еще будет праздник врачей в нашей стране. Вот у меня вопрос. Будут ли ребят рисовать что-то к этому дню или к каким-то другим приближающимся праздникам? Спасибо большое. Спасибо большое, Ксения, за вопрос. Вот такой же запрос поступает к вам. Мы постоянно рисуем. Все зависит от нашей загруженности, от нашего, скажем так, графика. Вот. Просто сейчас очень много работы отнимает организация фестиваля. Вот. Мы сейчас немножко расширяем параметры. Это не значит, что фестиваль уходит из нашего города, потому что город является автором этого фестиваля. С нас все начиналось. Да. И на данный момент это самый большой фестиваль в мире. Вот. И вряд ли кому-то получится его в ближайшее время как бы как-то, да, превзойти. Да. Однозначно. Но мне интересно попробовать поработать с регионами. Я уже как бы эту работу делаю. Много сталкиваюсь с интересными моментами. Хорошими или не очень? Ну, как могут быть? Ну, допустим, вот даже такой момент. В тех городах нет Андрея Робертовича Иванова. Вот. То есть нету поддержки такой, как бы, да, и понимания. То есть это же тоже такой уровень, который должен быть грамотный. Мы все-таки к этому моменту сколько шли? С 2015 года. Вот. А там все, считай, заново получается. Поэтому сломать вот эти стереотипы очень сложно. Вот. А учитывая мой характер, то, что я никогда не иду на компромиссы. То есть если у меня стоит философия в фестивале такая, то она должна быть такая. Да. То, что мы никому не показываем картинки, что мы не согласовываем с жителями, не даем права выбора. Потому что это как галерея под этим небом. Ну, в Трехгорке, я так понимаю, тоже пришлось с этим побороться. Вот. Конечно. Но все же в диалоге выстраиваем. Вот. То есть буквально мы вчера с Андреем Робертовичем Ивановым ввели диалог. И было принято решение, что вот скоро как раз-таки карантин немножко снимется. И мы туда поставим технику и начнем восстанавливать те работы, которые немножко приходят не в порядок. Поэтому мы не будем ничего забывать. И все будет держаться. Это не значит, что фестиваль... Фестиваль с нами навсегда. Конечно. И мы будем дальше его продолжать делать. То есть проекты, фасадов много. Никто отсюда не уходит. Вот, кстати говоря, смотрите. Ревежил – это такое сообщество художников. Правильно? Вот, Сергей, а есть какая-то конкуренция внутри сообщества? Дима сказал, что да, он достаточно жесткий, не идет на компромисс. А как руководитель? Тоже жестит? Я бы не сказал, что он жесткий. Он очень справедливый человек. И что касается конкуренции, у нас каждый, ну, то есть не только художники, там очень большой, как бы, кругозор, да, у каждого из нас. И все люди творческие, в первую очередь. И каждый по своим качествам, по своим способностям дополняет вот этот весь общий функционал. То есть между собой мы не конкурируем. Мы скорее, ну, помогаем друг другу развивать какие-то сильные качества, да, сильные стороны, чтобы потом это вылилось, ну, в успешную реализацию будущих проектов. То есть такой взаимный обмен. Да, у нас же не только там, скажем, только художники, да, у нас, то есть я с различных там грантов, с коммерческих заказов, да, закупаю технику в студию, на которой можно делать и видеомонтаж, и заниматься компьютерной графикой, и там всякие широкоформатные машины, то есть для того, чтобы можно было трафаретную технику и аэрографы. То есть в любом ключе развиваться, пожалуйста, приходи, делай. Кстати говоря, как присоединиться к команде? Да просто желание, главное, чтобы было, и все, правильно? То есть нет никаких у нас... Да, какие-то художные должны быть. У нас нет никаких таких, в принципе, у нас как в коллектив обычный приходит человек, вот как на работу, да, то есть как вот коллектив принимает, не принимает, вот такая же история. Просто человеческий так, человек должен быть в хорошей встрече. Кстати говоря, мы с вами как-то так само собой получилось, пришли к фестивалю Urban Morph Genesis. Я так понимаю, что относительно недавно ты был на встрече с Владимиром Путиным, на которой рассказал об этом фестивале. Я предлагаю посмотреть небольшой фрагмент с канала «Россия-24», вспомнить, как это было. Художнику слово передадим Дмитрию Левочко. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Я представляю... Ну, я художник, и я из города Подмосковного Одинцова. Мы недавно реализовали проект по созданию достопримечательностей из обычного серого спального района, в котором проживает 35 тысяч человек. Обратился к представителям власти, которые меня услышали и помогли мне. Вы даете президентские гранты, я также являюсь победителем президентского гранта. Они на что пошли? На краски? На краски, которые в последующем будут служить, чтобы можно было эти фасады обслуживать. И также у меня представители команды моей, и хочу дать слово. Спасибо большое. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Наверное, самое важное, раз мы же сегодня говорим о возможностях, наш фестиваль стал возможностью и, в первую очередь, кстати, для иностранных художников. Они сказали, что мы нигде в мире, такие огромные фасады вообще нам никто не предоставлял. Дима, расскажи, пожалуйста, поподробнее про эту встречу. Где это было, когда это было и, собственно, чем она завершилась, к чему пришли? Это было как в романе «Десять негритят». То есть мне ночью приходит сообщение накануне моего дня рождения, что нужно просто без вопросов поехать и полететь в Сочи. То есть куда, чего, никто ей никакой информации не говорит. Ну, просто я говорю, ну ладно, нужно. Говорю своей семье, что день рождения не будет. Вот, переносим его на попозже. Не, никто не расстроился. Вот. И мы, значит, улетаем. Не знаю, куда. Вот. Вначале должны были одни люди лететь, потом они не полетели, полетели другие люди. Потом встречаемся уже там, в аэропорту. Вообще с другими людьми абсолютно, но которые тоже причастны к фестивалю. Вот. Нас отвозят в отель, и дальше начинается трехдневный марафон таких тренингов с компанией «Иверика». Это у нас лидеры России. Вот. Очень серьезные ребята, очень грамотные. И я прохожу, в общем-то, скажем, этот диалог с разными людьми из разных отраслей, которые действительно… Вот это оттуда же фотография, правильно? Это лидеры России, это победители конкурса всероссийского, скажем так, от России «Страна возможностей». То есть это те люди, которые представляют там структуру власти, медицины, здравоохранения, туризмы, всего-всего-всего. Разные направления. С двух миллионов восемьсот тысяч проектов, вот это лучшие, кто попал. Как я туда попал, я не понимаю. Вот. Но каким-то образом… Все не зря вы в жизни. Я оказался, да, вот там, вот среди этих лидеров России, и представлял, и защищал свой проект в течение трех дней. То есть мы влезали в диалог на другие проекты, комментировали. Мы не знали, с кем мы сидим рядом. Мы менялись постоянно с талантом. То есть это такая была, как игра. Вот. Потом Сергей Владимирович Кириенко приехал. Как раз был день рождения, был неожиданный подарок мне. Вот. Он вручил часы. Вот. Проект. И, в общем, как бы мы начали его реализовывать на федеральном уровне еще в четырех регионах России после конкурса. То есть четырех одновременно будет проходить фестиваль? Да, будет проходить, ну, практически одновременно. То есть это будет лето. То есть первый у нас город будет, это Челябинск. Челябинску это надо, судя по слухам. Он очень похож на трехгорку, только 10 фасадов. То есть он будет, это мини-компактный такой фестиваль. Тоже 17-этажные дома. Их всего будет 10. То есть будет 5 у нас 9-этажных. И 5 фасадов 17-этажных будет задействовано. К сожалению, формат у него, как у нашего фестиваля, не получится. Потому что не успеют открыть границы страны. К сожалению. Поэтому он будет в российском формате. То есть все художники будут российские. То есть, говоря, Сергей будет принимать участие? Сергей будет, кстати, возглавлять техническую группу именно ассистентов. Вот. И он знает все нюансы, что могут произойти. И поэтому мы его поставили в должность именно руководителя группы ассистентов. Что самое сложное в этой работе? Что вообще ассистент? Чем он занимается? И что самое сложное в этой работе? Задача ассистента, грамотного ассистента, чтобы, ну, в первую очередь это, не скажу, ускорить, ну, обеспечить комфортную работу художнику. Помогать ему рисовать мурал. Обеспечивать нормальную работу технической части. То есть было все оборудование. Чтобы оно было исправно. Чтобы оно было вовремя убрано. Потому что, ну, в такой стране мы живем. Вот. И для этого, естественно, нужен еще человек. В его роли буду я на этом фестивале. Который будет следить как раз-таки за грамотной работой всех ассистентов. Я думаю, что я еще успею себя показать как художник. Не в этом, так и в каком-нибудь другом проекте. Но это на самом деле очень важно. Потому что работа на фасадах, да, она, ну, небезопасна. То есть ее надо сделать безопасной. Не свести к минимуму все риски там для жизни. Ну, и при этом еще качественно выполнить работу. То есть Сергей будет руководить всеми ассистентами, которые будут работать на всех. Да, да, да. Без разницы, как и город. Вот в Челябинск, Дим, дальше еще какие города? В Челябинске причем будут свои ребята, которые также предоставляют ассистентов. Вот. Просто от нашей команды, так мы организаторы этого проекта. Вот. И есть материальная часть. И, скажем так, надо, чтобы свои люди отвечали за эту материальную часть. То есть, ну, как бы, доверяй, но проверяй. То есть, вот. Потом у нас будет идти Нижний Новгород. Там очень такой район интересный. Он похож на архитектуру Баухауса. Вот. Немецкую такую. И такой модерн. И, значит, даже на бразильской фавелы даже немножко напоминает. И вот там будет, конечно, уличное искусство очень актуально. Там будет у нас либо семь, либо десять фасадов. Мы еще пока не определились. Вот. Это будет август месяц. Потом август сразу же переходит у нас в Казань. Там тоже у нас десять фасадов. Значит, форматные книжки. То есть... Все совсем по-другому. Да, совершенно. И я первый раз в жизни увидел десятиэтажные фасады. Потому что у нас обычно классик – это девять этажей. Дальше идет двенадцать. А там есть десятиэтажные фасады. Еще также я столкнулся с таким интересным феноменом в регионах, как покрывать фасады пенопластом. Зачем? Облицовка. Не знаю. Такая косметика, видимо, есть. Косметический ремонт такой вот есть. Я сочувствую этим фасадам. Потому что, не дай бог, спичка или еще что-нибудь загорится. Просто ужас. Ну, вот, к сожалению, так. Да. Но я первый раз с таким столкнулся. То есть, для чего? Их шпаклюют, как бы, и красят, и типа, у тебя все нормально. Ну, пока там первый пьяный человек не пробьет. Вот. Потом у нас хедлайнер проекта. Это город, который попросился еще, когда я находился в Испании в поездке. Да, этот город, он Ставропольский край, Солнечнодольск. Это всего лишь там 16-тысячный городок небольшой. Он находится на устье реки, озера, точнее, которое было искусственно вырато еще в советское время для ГРЭС. Вот. Там живут энергетики. И там 40 фасадов пятиэтажных домов, значит, плюс девятиэтажные дома и разные сооружения. Вот это будет, как бы, по концепции больше всего похоже на Трехгорку. Хотя этажность маленькая, да, в том плане, что задача же какая? Это же коммуникация, фестиваль. И создать музей под этим ним. То есть в одном месте будет, скажем, огромное количество художников из разных стран. И они, как бы, готовы это все принять, все организовать. Мне нравится, что местные органы самоуправления, да, и губернаторы, они, как бы, там идут навстречу. Очень похоже, как бы, как наша любимая администрация. Потому что, действительно, как бы, очень похожие взгляды и вот эта вот целеустремленность, то есть, да, и современные подходы, это плюс большой для организации таких масштабных проектов. К сожалению, у нас очень мало таких людей, вот, принимающих. Современных. Современных, да. Поэтому, как бы, вот так вот. У нас ждет огромный трип такой. Ну, я уверена, что будет очень интересно. А я предлагаю ненадолго вернуться в Трехгорку и посмотреть на один из 60 фасадов, которые украсили в ходе фестиваля. Вот такой сейчас интересный эффект был. Расскажи, пожалуйста, как эти обезьянки оживают и концепцию работы. Вот как раз-таки на встрече, когда была с Владимиром Владимировичем Путиным, да, я познакомился с молодыми ребятами, молодая семейная пара, которая занимается современными IT-технологиями. Они, значит, разработчики AR-сферы, то есть они делают мобильные приложения и также они разрабатывают концепции по трекингу, делают привязки к любому объекту. Я им поставил задачу, ну, в качестве эксперимента, да, что в будущем можно применять в наш фестиваль. Это, значит, создание 3D-моделей, которые будут оживлять все эти изображения. Ну, то есть мы же идем в ногу со временем. Конечно. Нам нужно думать о будущем, как это интегрировать в то пространство, чтобы были новые технологии применены, чтобы был контент более интересный, его можно было развивать. То есть, и вот первый фасад, есть мобильное уже приложение, созданное ребятами, правда, работать только на андроиде. Вот. Я могу оставить ссылку, где его можно скачать. То есть любой житель там трехгорки, любой вообще человек может на свой андроид скачать, подойти к фасаду с обезьянами, направить на него камеру, и фасад оживет. То есть будут обезьянки перекидываться шариками, то есть там... Да, я уверена, что это очень увлекательно. Дима, ты уже начал говорить о поездке в Испанию. Расскажи, пожалуйста, когда это было и с какой целью. Меня давно уже приглашали в Испанию. Там коллеги по нашему, скажем так, арт-цеху. Значит, это крупная компания краски, Монтана Коллорс, которая являлась партнерами с нами. То есть они организовали большую скидку на материалы. Сейчас они являются нашими партнерами. Пригласили. Мы поехали с российским представительством туда, значит, с хорошими ребятами. И нам привели полный экскурс по этой компании. То есть там трехдневный такой, даже четыре дня, по-моему, марафон. Вот. Мы видели полностью производство этого материала. Разговаривали с технологами. Как раз-таки оценили проблематику, почему на Дрехгорке рыба исчезла. Вот. То есть на самом деле первый раз столкнулась с такой историей, что оказывается есть фасады, которые клинкером обрабатывают. И хранение плит вот этих вот, которые дома строят, да, тоже это целая наука. Поэтому откуда-то образовалась соль, которая уничтожает просто краску. Вот. Обычно плитку никто не грунтует, потому что, ну, у нее основа такая. Вот. И у нас в художных горту он, когда рисовал, он этого не делал. То есть он знает, что плитку, ну, смысл ее грунтовать, когда у тебя нету... Ну, и соль это откуда взяться. Соль, да. Вот. И краску полностью... Потому что соль, она расщепляет краску. То есть, например, если мы возьмем, к примеру, там, школу или еще где-то, где краска осыпается, да, это, ну, из-за воды происходит. То есть это понятное дело. Но вот именно исчезновение полное, это, скажем, парадокс. Вот. И компания МТН сразу установила, что, как бы, соль это катастрофа. Вот. Для работы. Да. Поэтому у нас есть решение подсветить фасад, как вот мы делали акуду. То есть рыбу эту, скажем, она будет появляться ночью, и мы это переведем в историю. Ну, она же была, история такая есть, да, как бы. Плюс получилось так концептуально, что этот художник рисовал на тему, испанец, на тему экологии, то есть неразлагаемых отходов, да, там, с кодом. Да, 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 там брюшок соответствующий. Вот. И, как бы, она исчезает, то есть она разлагается, то есть как раз-таки органика на нее повлияла. Поэтому... Вот, кстати говоря, вопрос про Испанию я задала не случайно. И вот один из комментариев от Жени Пластика. Как гости интересные, спасибо, но Евгений еще не знает, кто с нами на линии. С нами на линии испанский художник Сав-45. На самом деле, сегодня посмотрела его работа, прекрасные портреты, действительно, не поспоришь, очаровывается с первого взгляда. Вот, Дима, Сергей, может быть, скажите несколько слов о нашем гости, чтобы телезрители с ним познакомились предварительно, так скажем. Да, Слава очень хороший художник. Вот, он использует классические приемы живописи, то есть именно академической, да, там, пластики, пластического искусства. То есть это вот эти вот, скажем так, человеческие образы, вот, пластические формы. Он это все учитывает, цвета тени, в своих работах. То есть, хотя он уличный художник. Вместе вам доводилось работать? Вместе нам доводилось работать. Мы с ним в Испании рисовали в Барселоне. Вот, мы с ним познакомились. У нас общий друг Тимур Форк. Вот, Слава очень веселый, очень классный парень. Мне нравится в нем... Вот эта работа, я так понимаю? Нет, это другой испанский художник. Это Алис, это в штаб-квартире как раз-таки компания МТН. Великолепный художник, его очень сложно пригласить. Вот, мы его пригласили на фестиваль, надеюсь, что он приедет. Слава, он развивается именно как урбан-контемпли, то есть в галерейном пространстве. Сейчас у него будет скоро выставка, он такой парень молодец на самом деле. И он тоже будет участником фестиваля, кстати говоря. А вот давайте мы сейчас дадим слово Саву, Сав-45, с нами по видеосвязи из Испании. Сав, здравствуйте. О, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Сав, как ваши дела, как обстановка в Испании в связи с коронавирусом? Ну, сейчас во всех новаях, номер один новый. Да, ну да, здесь любят пугать всех людей, чтобы они сидели дома, не выходили. Но мы все равно слушаемся и сидим дома. Но я в студии сижу. Так, расскажите, пожалуйста, у вас за спиной прекрасные работы, расскажите, пожалуйста, о них. Да, ну это работы, которые я подготавливаю для моей персональной выставки, которая пройдет, я надеюсь, очень скоро, летом или после лета. И вот это одна из них, я работаю на дереве. А это тоже другая работа, но тоже для другой галерии, не для выставки, а просто для продажи. Сав, а скажите, пожалуйста, почему такая любовь именно к портретам? Почему портреты? Ну, я не знаю, я всегда рисовал, и потом мне показалось, когда я научился рисовать портреты, то как сложность в них была, ну и был какой-то интерес, что постоянно ты пытаешься что-то улучшить, и такой постоянный, что-то новое находишь какие-то, ну всегда сложно это делать, и мне как-то, мне нравится. Сав, ну не могу не спросить, откуда вы так хорошо знаете русский язык? Не, ну я родился в России, я просто с детства я с родителями переехал в Испанию, и уже здесь 20 лет. А вот скажите, пожалуйста, взгляд на уличное искусство в России и в Испании отличаются чем-то друг от друга? Ну, я не знаю, я не могу об этом говорить, но просто здесь обстановка, как хорошая погода позволяет красить круглый год, и, ну, мне кажется, есть какие-то... Здесь это делается, ну как бы, во всех городах, и, ну не знаю, и все много, очень много художников, очень много, ну даже из много известных художников, они живут именно в Испании, и вот как Окуда, который участвовал в фестивале у Димы, и другие художники, они как бы... Ну здесь очень много художников. А собираетесь ли вы принять участие вот в фестивале, который Дмитрий проводит? Да, я собираюсь, я, ну как, я жду, чтобы нас отпустили... Мы все ждем! ...в аэропорт всех, да, и... Так же, чтобы все приезжали сюда, как всегда, все, как в Европу и в Испанию. Саф, а скажите, пожалуйста, уже есть у вас идеи, чем вы порадуете россиян, если, дай бог, удастся приехать к нам на фестиваль? Ну, идея зависит от города. Я, как бы, я пытаюсь как бы соединить, я смешиваю всегда портреты с чем-то еще, когда я делаю это на улице. Ну и тем более, если это большой фасад, то чтобы был там какой-то смысл, и хоть не прямой, но чтобы там был смысл к городу или к чему-то, или к России, допустим, или к чему-то такому. Вот. Но это мне, это, я, не знаю, я могу в течение недели это разрабатывать все и придумывать идеи, экскизы и все такое. А где черпаете вдохновение? Это как-то спонтанно происходит? Или, может быть, есть какой-то секрет? Ну, постоянно... Нет, я просто, я рисую, мне нравится рисовать, и я пытаюсь... Вот сейчас нас всех закрыли, и, ну, мне пришлось вот рисовать в студии. Ну, то есть, для художника это даже не плохо. А так я изучаю, пытаюсь изучать локацию и как-то подействовать на нее, как мои работы, вот. А как вы относитесь к вам? Я использую много, когда я крашу, мне нравится ездить по заброшенным местам и как-то искать какие-то интересные локации, где я считаю, что там подойдет моя работа. Я начинаю, я приеду на локацию, я делаю фотографии, потом я смотрю разные идеи, там, классические, что-то... Иногда это что-то, ну, связанное со старыми художниками. И вот ищу какое-то, чтобы там что-то современное тоже, и вот как бы так смешиваю все. И чтобы... Спасибо большое, что были сегодня с нами. Очень ждем вас у нас в гостях в России. Надеемся, что граница откроется, и все-таки ваше участие в фестивале будет возможным. Потому что, на самом деле, очень хочется. И, кстати говоря, не только нам с вами, но и телезрители пишут, ждем фестиваль Urban Morphogenesis 2.0. Будет. Есть у нас еще микрорайоны в городе Одинцово, которые ждут свое украшение. Кстати, скажу, буквально недавно проезжал по оплатной дороге, не доезжая до Дубков, когда есть Минская трасса, да, есть район, который я раньше вообще не видел. Ну, то есть там еще больше фасадов, чем на Трехгорке. Там один-один. Ну, там этажность меньше, насколько я знаю. Можно рассмотреть, подумать. И тем более сейчас уже, скажем так, есть у нас имя, да, у фестиваля. И можно будет и спонсоров больше привлечь. Я думаю, что это все реализуемо. Мы, ну, как бы с администрацией Одинцовского округа не отпустим эту идею. То есть это, как бы, наша идея. Поэтому она принадлежит именно городу, и мы будем ее использовать за 100%. Кстати говоря, когда этот фестиваль, да, затевался с целью, чтобы сделать жизнь тех, кто проживает в Трехгорке, ну, скажем так, более светлой, радостной, потому что все серое, такое не очень скучное. Вот удалось ей что-нибудь известно по этому поводу? Удалось, да. То есть я скажу больше, что мало того, что удалось, но изменит очень много. То есть, ну, действительно, то есть и парковка у них появилась, да, благоустроили. Сейчас у них будет обход, который обещали, транспортный. То есть губернатор выделил средства. То есть это точно я знаю эту информацию. Вот, то есть все будет делаться. Мы восстановим те фасады, которые у нас, скажем так, облетают. То есть это не такая проблема, на самом деле. То есть это все восстановим, это же краски. Хочу добавить. Вот помнишь, когда только первые шаги на пути к фестивалю делались, мы приезжали на район, и он был такой серый. Ну, то есть люди, соответственно, такие же были и сталкивались со скептическим отношением, что вот, а что они тут нарисуют, а зачем это вообще надо. И по мере того, как фестиваль проходил, люди постепенно оживали. Они расцветали как бы наравне с ихними фасадами. И потом не осталось ни одного равнодушного человека, кто живет в этом районе. Все как-то, ну, там люди готовили еду художникам сами, там постоянно ходили, смотрели, да, какой прогресс сегодня. Постепенность зашкаливала. То есть, ну, очень круто было, атмосфера непередаваемая. И если мы вспомним, скажем так, вот Сергей не владеет этой информацией, да, если мы вот вспомним вообще Трехгорку, ты понимаешь, какой-то проблемный был город, что в СМИ творилось? И когда мы с Андреем Робертовичем в шутку просто, ну, давай что-нибудь сделаем с Трехгоркой, ну, что с ней можно сделать? Когда вот эта самая жуть такая наводилась в соцсетях. Вот, я говорю, давай сделаем музей. И будет, мне кажется, все-таки подумают, ты сумасшедший, какой музей? Но тем не менее, получилось, и все прекрасно. Испания, ты можешь сделать музей. Вот, а идентика появилась у этого района. Появилась айдентика, которой нет у других микрорайонов. Кстати, фильм вышел, Discovery, значит, сделали фильм про урбанистику и изменение пространства. Там про игровые площадки должны выглядеть, пик-группы совместно с ними сделали. Вот, не сочтите за рекламу. Вот, там есть про наш фестиваль. То есть они вставили как пример удачного решения, скажем так, вот таких вот. Решения до городских пространств. Ну, наша программа подходит к концу. Не могу не спросить, Сергей, ваши ближайшие творческие планы какие? Ну, в первую очередь, это фестиваль. Сейчас мы все готовимся к нему. Общими усилиями. А так, как и у каждого художника, наверное, саморазвитие. То есть это несмотря на то, что пандемия, карантин, и вообще несмотря ни на что, надо постоянно работать над собой, искать, искать, развиваться. А не ныть. Ни в коем случае, да. Дима, аналогично, наверное. Ну, конечно, надо работать. Надо работать над собой. Вот, и надо работать над своими идеями, планами. Вот, и, скажем так, идти к цели. Это у нас успех есть. Хотя мы недавно разбирались со словом успех. Успех — это просто реализация твоих планов поставленных. Главное — планировать. Мне кажется, замечательное окончание эфира. И Сергей, и Дмитрий, и сам 45 из Испании, в общем-то, сказали одну и ту же мысль. Сейчас мы, большинство из нас, находятся в самоизоляции. Это прекрасная возможность использовать свое свободное время на пользу. Читать книги, смотреть фильмы, развиваться и самосовершенствоваться. Берегите себя, будьте здоровы. До новых встреч на ОТВ. Продолжение следует...